Здравствуйте. Главным миссмейкером недели в очередной раз стал Джо Байден. То он звонит Путину и признается в любви, то подписывает указы о введении санкций в отношении суверенного долга России и о высылке российских дипломатов. Вот, казалось бы, вот она деменция. Но как бы не так. Байден это, конечно, продукт глобальных мировых денег и за его метаниями стоит вполне прагматичная политика. Но в частности есть мнение, что санкции в отношении российского суверенного долга направлены не только против нашей страны, но и являются неким спусковым крючком для обрушения всей системы мировых финансов главным бенефициаром, чего будут те же лица, что и нынешний ФРС. Вот. Если говорить об ответных санкциях России, которые мы вроде бы с таким серьезным лицом обещали, вызывали посла США к помощнику президента Ушакова, то они пока до сих пор не озвучены. Путин совещается с совбезом. Вот. И пока понятно только то, что наши власти, ну, практически гарантированно вышлют десяток другой ЦРУшников, которые работают под прикрытием американского посольства. Ну, надо сказать, что нашим спецслужбам не привыкать это делать. За последний месяц уже выслали несколько подобных деятелей. В частности, представители дипмиссии Швеции, ФРГ, Польши, которые принимали непосредственное участие в акциях Навального. Вот. И вообще, если посмотреть на риторику нашего МИДа, то в последнее время она сильно изменилась. И Сергей Викторович Лавров стал много себе позволять. А, значит, героем соцсетей стал военный атташе России в Латвии, который показал средний палец латышским полицейским, которые, значит, пытались упрекнуть его за нарушение режима самоизоляции, за то, что он жарил шашлыки у себя на участке с друзьями. Ну, это все, конечно, такие домашние радости. Вот. Фактически же российская элита не имеет собственной стратегии, а скорее рефлексирует на внешние вызовы. В результате мы имеем то, что имеем. На юге России готовится война. Сегодня прошло сообщение, что часть из Кавказа перебрасываются в Крым. Замминистр внутренних дел Горовой обратился к властям стран СНГ с просьбой убрать нелегальных мигрантов до 15 июня из России. Это такой, кстати, привет Эрдогану, потому что не секрет, что все ваххабитское подполье, оно контролируется турецкими спецслужбами. Вот. Ну, кстати, об Эрдогане ему досталось от МИДа нашего, который попенял ему за продажи беспилотников в Украине, и от пресс-секретаря президента Пескова, который вот вчера выразил уверенность в том, что Эрдоган поменяет свою позицию по Крыму. Если кто забыл, Турция не признает возвращение Крыма в состав России. Но, опять же, все это такие частные радости, и это не системные меры. Вот. Из более-менее серьезных ответов стоит отметить, пожалуй, правительственный законопроект, направленный в Госдуму, о разрыве соглашения с Нидерландами об избежание двойного налогообложения. Вот. Благодаря этому соглашению, такие компании, как Яндекс, X5 Retail Group, это там Перекресток, Пятерочка, и даже некоторые компании, дочки Газпрома, они благополучно жили в этой стране, платили там налоги, вот. Ну и, в общем, проводили в России европейскую политику, включая санкции. Поэтому только условно считались российских. А теперь, когда их поставят перед выбором необходимости вернуться домой, может быть, и политика у них изменится в сторону национализации. В общем, дай бог. Поэтому это такая хорошая новость, и действительно серьезная новость. Если наши депутаты оперативно смогут принять этот закон, законопроект, ну, дай бог и с другими офшорными зонами постепенно разберемся. Вот. Но стратегически, конечно, мы проигрываем. И проигрываем, в первую очередь, потому что все наши институты планирования, институты стратегического развития, они находятся в руках людей с таким прозападным мышлением. По сути дела, тех, кого мы привыкли называть пятой колонной. Это и Сколково, и Оси, и там дочки Сбербанка, и так далее. Вот. И ждать от них какой-то самостоятельной стратегии очень наивно. Вот для сравнения, на этой неделе наше издание публикует выдержки из доклада национальной разведки США, которая опубликовала пять сценариев развития США до 2040 года. То есть, представляете, какой горизонт планирования? Вот нам, к сожалению, этого не снилось. Наоборот, наша элита вовсю реализует методички Всемирного банка, МВФ, ОЭСР и других подобных структур. И в части цифровой трансформации, и в части, там, антисоциальных реформ, та же пенсионная реформа, и в части, там, финансовые политики, и так далее, и так далее, и так далее. И все это напоминает, конечно, такую практику сидений на двух стульях. Но мы очень хорошо знаем из истории, чем заканчивается эта практика. Вот. Поэтому будем надеяться, что нам вместе с вами удастся помочь нашей элите национализировать свое самосознание, вот, пока наш заокеанский оппонент Байден в сознание не вернулся. Оставайтесь с нами.